Слово и дело В эфире программа Слово и дело Программа о предпринимателях и предпринимательстве Его истории, духовных основах прошлого и реалиях сегодняшнего дня Желаю вам здравствуйте, уважаемые слушатели Народного радио В эфире программа Слово и дело У микрофона Максим Туль, за звукорежиссерским пультом Александр Радин Почта для ваших сообщений 629-1910 собакамейл.ру Сегодня со всех трибун политики, разного рода эксперты, ученые-мужи Все в один голос говорят о глобальном системном кризисе, который охватил весь цивилизованный мир И конечно не обошел стороной Россию, которая является неотъемлемой частью этого мира Все острее становится необходимость поиска некой альтернативы существующему миропорядку Смещение акцента с удовлетворения неуемных интересов глобальных корпораций На интересы конкретного человека с его вполне понятными и достаточными потребностями И здесь ключевой глобальной проблемой становится нравственное ведение бизнеса Или моральная экономика, этическая экономика Проблемы экономической этики поднимались и решались на протяжении всей истории развития классической этики Аристотель, Фома Квинский, Эмманул Кант и другие мыслители высказывали много идей о целях и ценностях экономической жизни Однако первая попытка относительно систематически рассматривать эти проблемы Была предпринята немецким мыслителем Максом Выбером В России же термин моральная экономика впервые ввел в употребление советский экономист Александр Чиянов и его коллеги Они в 20-е годы 20 века доказали, что семейно-трудовое хозяйство, характерное для России Было нацелено не на получение прибыли, а на доставление средств существования его членам Насколько актуально поднимать вопросы этики в бизнесе? Чем и как сегодня этическая экономика может помочь и миру в целом, и России в частности Выйти из сложившейся ситуации? Об этом мы сегодня говорим с нашим гостем Основателем и руководителем социальной сети Global Ethics Профессором Базельского университета Кристофом Штукельберкиным Кристоф, добрый день И помогать нам в разговоре сегодня будет обозреватель журнала «Смена» Илья Юрьевич Бестужев Илья Юрьевич, добрый день Добрый день Ну, прежде всего, Кристоф, благодарю вас за то, что вы в своем плотном графике нашли время принять участие в нашей программе Но, с другой стороны, наверное, вот эта плотность вашего графика свидетельствует о том колоссальном интересе к этой теме Как со стороны студентов, я знаю, вы там выступаете, так и со стороны других деловых групп Во-первых, большое спасибо, что вы пригласили меня Да, это моя цель, наладить диалог между международным сообществом и Россией Точнее, между Швейцарией и Россией И тому свидетельству, что у нас уже много лет хорошие деловые отношения Ну, вы сегодня выступаете и перед студенческой аудиторией, как я понимаю, да? И какие-то другие деловые круги у вас Да, я впечатлен, у нас сложились очень хорошие отношения с клубом православных предпринимателей в России Также сегодня, во второй половине дня, я буду выступать перед Ассоциацией бизнес-образования России Отношения между академической наукой и практиками, бизнесменами очень важны Потому что, в конце концов, это они принимают решения и они воплощают эти теории в жизнь То же самое происходит и в Швейцарии, потому что я сотрудничаю с различными, в частности, банками В качестве консультанта по этическим проблемам, по лидерству, провожу тренинги А почему именно вот сейчас, на ваш взгляд, именно вот в эти, в этот момент, тема этической экономики встала так остро? Прежде всего, это связано, в особенности, с финансовым кризисом 2007-2008 года Когда злоупотребление, возникшее в финансовой системе в связи с махинациями, рискованными практиками Создали опасность для реального сектора экономики На самом деле, экономическая этика не новая Есть столько же лет, сколько всему человечеству Потому что, как только вы начинаете продавать и покупать товары Вы сталкиваетесь с вопросом, как установить честную цену Как действовать, что является этичным, и что является победой, а что поражением Ну, мир сегодня действительно находится в поиске того, что может его объединить И Россия здесь не исключение Насколько я понимаю, вот те глобальные ценности, о которых мы говорим Они могут быть тем самым объединяющим началом, едиными Ведь, во-первых, они едины для всех культур И они могут стать совместным таким этическим фундаментом для грядущей этической экономики Которая, кстати, по вашему утверждению, должна быть экономикой достаточности Вот, как говорил Махатма Ганди Она будет обеспечивать достаточно для потребностей каждого, но не для жадности каждого Россия всегда, конечно, шла своим путем И, несмотря ни на что, тем не менее, сегодня остается, пожалуй, одним из тех мест в мире, где силен дух Вот какая, на ваш взгляд, может быть роль России вот в этом объединительном процессе? Спасибо, вы подняли очень важные вопросы Я счастлив, что я здесь, на радио, которое называется «Народное радио» И это ответ на один из ваших вопросов, потому что нам нужна экономика, ориентированная на народ Экономика должна служить потребностям людей Экономика и бизнес должны удовлетворять основные потребности людей Еду, воду, жилище, образование, здоровье, одежду Это означает, что экономика должна служить людям И это то, что говорит Ганди, который процитировали и вы Процитировал я в своей статье, что хорошая экономика должна обеспечить достойную жизнь всем К сожалению, что в России, что в Швейцарии наблюдается прямо противоположная ситуация Когда поднимается тезис, что люди должны служить потребностям бизнеса А бизнес, наоборот, старается взять максимум с того, что ему могут дать люди То есть, таким образом, экономика от обеспечения потребностей мутирует в экономику жадности Могу привести пример По данным ОБСЕ, в конце 80-х годов Разница между самыми низкими и самыми высокими зарплатами составляла 1 к 40 Сейчас и в российских, и в некоторых швейцарских компаниях встречаются прецеденты Когда это соотношение составляет 1 к 500 или даже 1 к 2 тысяч Естественно, это вызывает беспокойство и возмущение людей, которым достаются крохи В то время как в мире достаточно ресурсов, которые могут обеспечить достойное существование всем И вот здесь вступает в действие фактор духовности Значит, поэтому, чтобы быть не самоориентированным, не эгоистом, а ориентированным на людей Нам нужна новая духовность, новые убеждения и ценности, как вы и говорили Я думаю, что в России духовность очень глубока, особенно если рассматривать русскую православную церковь И мы должны использовать это, чтобы дать понять, что эта экономика находится на службе общества, а не наоборот Так вот, все-таки, какова, возможно, роль России? Я не собираюсь учить Россию, потому что в первую очередь надо навести порядок в собственном доме И я думаю, что главное для всех нас это открыть, подчеркнуть, обучить и практиковать то, что называется общие ценности Это означает, прежде всего, взаимоуважение, уважение к достоинству каждого человека И нам нужно увидеть себя с духовной точки зрения в том качестве, которое называется «слуги Божьи» Неважно, занимаюсь ли я чисткой туалетов, работаю ли я на заводе, работаю ли я в офисе, являюсь ли я политиком У нас есть одна важная общая черта – мы должны нести добро в общество И что в России, что в Швейцарии, я считаю, что богатые, повторю, что я не против богатства Но богатые люди несут больше ответственности перед обществом, чем бедные Это справедливо для миллиардеров везде, неважно, в Швейцарии, в России, в Африке, в Китае Ну и в России это всегда и было таковым Вы же знаете, как веско для России всегда звучало крепкое купеческое слово Основными чертами русского предпринимательства на протяжении веков были такие, как чувство меры, практический расчет, сила воли, самообладание и трезвость характера А принятые в 1912 году российским деловым сообществом семь принципов ведения дел в России Мы о них неоднократно говорили в наших программах Можно считать вообще отправной точкой формирования современного этического кодекса русской деловой культуры Вкратце эти принципы звучат так Уважай власть, будь честен и правдив, уважай право частной собственности, люби и уважай человека, будь верен своему слову, живи посредством и будь целеустремлен Ну, в европейских странах тоже были свои принципы, естественно Вот, например, у норвежских купцов есть замечательный кодекс, состоящий всего из двух пунктов Не бери из партнера больше стоимости своего продукта и поступай всегда так, чтобы можно было обратиться к партнеру в будущем Вот, насколько сегодня важно в разработке концепции этической экономики все-таки возврат, опираться вот на те наши традиционные ценности Это очень интересно, и я думаю, что вот эти семь принципов, принятые в 1912 году, являются великолепной основой для этического кодекса, в том числе и для современных предпринимателей Они еще не устарели Они не устарели Все семь не устарели, то есть уважение к достоинству, уважение к частной собственности, уважение к властям, честность и так далее Но они должны быть адаптированы и привнесены в сложную современную экономику Эти принципы были приняты в эпоху ранней индустриализации, когда прямые контакты все еще оставались основным видом контактов в экономике То есть ситуация, когда два купца сидели друг напротив друга, глядя друг другу в глаза, сильно отличается от современного мира, где все электронно, все автоматизировано и вследствие этого все обезличено То есть на финансовом рынке, когда я работаю, я не вижу своего клиента Все делается опосредованно, все делается через интернет, все делается через электронные сети А в так называемом нанобанкинге, когда я делаю тысячи и тысячи мелких покупок за доли секунды, отщипывая от каждой какой-то крохотный кусочек своего интереса Естественно, здесь весь аспект личностного общения теряется полностью То есть, безусловно, современный экономик опирается на технологии, и в этом нет ничего дурного Но мы должны подчеркнуть, что за каждой технологией, за каждым техническим элементом стоит человек, который несет за него ответственность Почему сейчас так распространена киберпреступность? Жертва не видит преступника, не видит, что он делает, не видит, как он их обманывает Он сидит в темноте анонимности Что я мог бы предложить в конкретной ситуации? Это предложить клубу православных предпринимателей, православной церкви, кафедрам экономики, вузов Провести совместную конференцию, на которой рассмотреть те самые семь принципов И определиться, как перевести их в соответствии с реалиями сегодняшнего дня И я бы был счастлив в ней участвовать, потому что это не только вопрос русских или православных принципов Это может стать тем самым объединяющим началом, который пойдет дальше в мир Несколько лет назад патриарх прислал мне письмо, в которое спрашивал, могу ли я дать консультацию по финансовой этике на основе моего проекта Globetics.net в Женеве, Швейцарии Я ответил, что да, это нужно, да, я заинтересован, но, к сожалению, до сих пор это не воплощено в жизнь Может быть, наконец, настало время сделать это Приведу пример, может быть, вот эти самые семь принципов могут быть переведены из разряда личных добродетелей в разряд части всей сложности современного мира И они должны быть увязаны с новыми правилами международных отношений Приведу пример автоматического обмена информацией для налогообложения, который существует по стандартам ОБСЕ Это новый международный стандарт, на который перешли с 1 января 2017 года около 50 стран И еще 43 страны переходят на этот стандарт с 1 января 2018 года В Швейцарии, Россия и Китай входят во вторую волну, поскольку это более сложно из-за размеров, из-за ситуации Но с 1 января 2018 года эти страны также будут использовать этот стандарт ОБСЕ То есть, если честность является одним из семи принципов, то в таком случае прозрачность обмена информацией, безусловно, подпадает под принцип честности Безусловно, это этично, платить налоги, которые мы должны платить И в таком случае прозрачность обмена информацией между банками по налоговым проблемам Существенно поможет нам всем выполнять свои этические обязанности В том числе платить налоги в наших странах Вопрос о честности Тут я вспоминаю положение, которое на самом деле уникальное было в России при Екатерине Когда облагались собственность купцов И купцы давали оценку своему имуществу по совести И это было закреплено документально Вот Россия знала такие примеры Ну, в современном мире это оценить значительно сложнее Поэтому большинство самодекларируемых вещей исходят исключительно из доверия Доверия к тому, что другой окажется честным Вопрос доверия Вот он сегодня, конечно, краеугольный камень Потому что в нашем обществе, да и во всем мире доверие сегодня практически подвергается очень серьезным испытаниям Вот вы знаете, что Клуб православных предпринимателей как раз занимается созданием такой территории доверия А именно разработкой концепции этической экономики для России Создание конкретного механизма реализации данной концепции в виде этической финансовой системы И за основу мы брали в том числе и принципы работы низкорисковых федуциарных банков Которые уже более сотни лет функционируют в Швейцарии Вот в декабре 2014 года мы слышали ваше выступление Мы вместе были в Храме Христа Спасителя Где вы высказали определенную озабоченность неэтичным поведением крупных швейцарских банков Которые влеклись спекулятивными операциями Ну и, соответственно, понесли определенные репутационные потери А что сейчас? Вот как вы сейчас оцениваете состояние швейцарской банковской системы В соответствии с ее этим этическим принципом? Может ли она оставаться примером для подразумения? Ну, хотелось бы сказать, что хотя я швейцарец по происхождению, но я считаю себя гражданином всего мира Поэтому я стараюсь искать решения, которые подходили бы не только швейцарцам, не только русским Но были бы полностью глобально честными Фонд GlobaleticsNet, президентом и основателем которого я являюсь, имеет задачи не только находить общие глобальные ценности Но и передавать и адаптировать их под конкретную страну, под конкретный регион, под конкретные задачи Говоря о швейцарской банковской системе, я считаю, что им пришлось выучить тяжелые уроки кризиса До финансового кризиса банковская секретность была для Швейцарии священной коровой, трогать которую было нельзя Но уже 10 лет назад я говорил, что банковская секретность – это питательная почва для злоупотреблений И она должна быть заменена на прозрачную систему Я думаю, что как раз это и происходит с переходом на новые стандарты Европы по прозрачности обмена информации Я думаю, что многие банки в Швейцарии уже изменили свою культуру навстречу большей прозрачности и большему доверию Но сейчас возникла новая проблема Крупные банки неохотно рассматривают, а чаще всего отказываются давать займы, кредиты Или управлять финансами мелких и средних предпринимателей Им интересны крупные клиенты В частности, такой банк, как Credit Suisse, широко известный банк с многовековой историей Недавно принял решение, что им интересны клиенты только с состоянием свыше 5 миллионов долларов Таким образом, малые и средние предприниматели полностью отсечены от возможности даже открыть счет в этом банке Если мы говорим, что экономика должна служить людям, а банковский сектор – это сектор услуг То людям не нужна услуга, которая рассчитана только на сверхбогачей В то время как большинство, основную массу клиентов составляет именно малый и средний бизнес Но их ответ таков, что с принятием новых правил административные издержки стали настолько высоки Что стало невыгодно держать штат сотрудников для обслуживания малого и среднего бизнеса Таким образом, нам нужно найти баланс, потому что, возможно, до кризиса был недостаток регулирования После кризиса мы столкнулись с избыточным регулированием, которое приводит к росту административных издержек Таким образом, да, нужен баланс, но баланс нужно искать, исходя из того, что экономика должна обслуживать людей Даже на примере человеческого тела Я могу сравнить финансовую систему с кровью Мы не можем жить без кровообращения Экономика не может существовать без банковской системы Но если у нас будут только крупные вены и артерии без мелких сосудов, мы тоже умрем Мы как раз вот нашу этическую финансовую систему и выстраиваем с ориентиром именно на интересы конкретного человека, стоящего на земле Конечно, сегодня в России, безусловно, присутствует и моральный кризис, и девальвация нравственных ценностей И колоссальное количество нарушений в предпринимательской этике Это и коррупция, и уклонение от налогов Поэтому этическая финансовая система предусматривает жесточайший банковский механизм контроля Выполнение своих обязательств и договоренностей Что практически исключает вероятность воровства Возможно, такие подобные проблемы у вас не так остро стоят Но, не менее, мы знаем, что и ваши контональные банки используют подобные механизмы контроля Но вот в какой степени они используют, насколько жестко И насколько вообще важен такой механизм, потому что морали одной не хватает Конечно, контроль работает, но одних правил недостаточно Необходимы личные убеждения Но личная этика должна дополняться правилами этическими, общими для всех Таким образом давая основу для того, чтобы личные убеждения могли соответствовать принятым правилам Но одних этических правил недостаточно, потому что такие люди, как мошенники, воры Они настолько креативны, они работают быстрее, чем принимаются новые законы Закон еще только обсуждается, отдельные темные головы в преступном мире Уже ищут пути, как его обойти Говоря о швейцарской системе, у нас есть то преимущество, что мы маленькая страна И благодаря этому мы знаем клиентов, существуют личные отношения между банками и клиентами Но это может быть сделано и в такой огромной стране, какой является Россия И поэтому, чтобы построить доверие, нам нужны не только правила, но и отношения Например, сейчас банки обязаны приглашать клиентов лично, чтобы побеседовать с ними лицом к лицу К сожалению, сейчас мобильность в мире настолько высока, что я могу быть клиентом одного банка год Потом уехать, сменить банк, таким образом это не долгосрочные отношения Например, мой тесть, он был владельцем небольшой текстильной компании, порядка 150 работников Но всю жизнь он прожил в одном маленьком городке в Швейцарии И всю жизнь он работал с одним и тем же банком То есть даже если в банке менялся директор, он продолжал оставаться клиентом этого банка То есть отношения были построены на доверии, а доверие было построено на долгосрочных отношениях То есть это то, что мы называем достаточностью В условиях современного капитализма я, например, могу менять банки очень часто Я являюсь клиентом одного банка Другой банк предложил мне процент на несколько десятых повыше Платеж на пару центов поменьше Я меняю банк, потом получаю еще более выгодное предложение через три месяца Опять меняю банк Таким образом, мы не должны сейчас ставить в главу угла получение прибыли на десятые доли процента больше Но вернуться к вопросу доверия Даже если мой банк берет с меня за обслуживание на какую-то сумму больше Это мой банк, с которым я работаю и которому я доверяю Наверное, тем важнее присутствие в банке конкретного механизма, который универсального, без личного Который бы все-таки контролировал не разногласия между словом и делом Исполнение своих обязательств Я согласен, но опять-таки мы не должны ставить получение прибыли во главу угла Сейчас каждый менеджер банка работает с одной целью Выжать побольше прибыли И это уже приходит в противоречие с теми этическими принципами, о которых мы говорим Ну вот как раз этическая финансовая система, которую строит клуб православных предпринимателей Она исключает судный процент И как раз там достижение является не прибыль, а польза, которая может принести конкретному человеку деятельность Это очень хорошо, и именно проект, который мне очень понравился, территория доверия Как раз и может быть вкладом со стороны России в международную деловую этику Наша передача подходит к концу, к сожалению И все-таки, Христофер, что вы могли бы посоветовать нам с прицелом на наше будущее сотрудничество? В первую очередь хотел бы поблагодарить вас за те усилия, которые вы прикладываете, особенно клуб православных предпринимателей Моя рекомендация была бы не ограничиваться, делая это внутри клуба, что является первым этапом Но выйти на сотрудничество с факультетами экономики российских вузов И в дальнейшем выходить на международные публикации, международные конференции Чтобы дать понять, что это не только российские усилия, это международные усилия В частности, мы с профессором Магеевым планируем провести конференцию в Москве в октябре И эта конференция могла бы стать одним из элементов такого сотрудничества То, что вы говорите, не является специфичной проблемой для России Это такая же проблема для Германии, для Швейцарии, для Китая, для каждой страны И в каждой стране мы поднимаем вопрос, как построить доверие И как развивать это доверие дальше в этике и в христианской парадигме Я также являюсь исполнительным директором нового фонда, который называется фонд Женева Агапы Агапы – это одно из новозаветных определений любви Таким образом, это может звучать как фонд экономики любви Таким образом, я чувствую, что у нас есть общая почва для того, чтобы продолжать сотрудничество Безусловно Ну что ж, я благодарю вас еще раз, что вы нашли время для участия в нашей программе Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что у нас в гостях сегодня был основатель и руководитель социальной сети Global Ethics Профессор Базельского университета Христоф Шукельбергер И помогал нам в разговоре наш коллега Бестужев Илья Юрьевич Я прощаюсь с вами, здоровья вам и вашим близким и Божьего содействия в ваших делах